МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Второй этап ослабления карантинных мер введен в Алматинской области. Безбергемес. Сразу 100 семей Толгарского района получили помощь от местного мецената. Они сражались за родину. Отдельные эпизоды большой истории из воспоминаний наших ветеранов. Более 6,5 тысяч инфраструктурных проектов реализуют в Казахстане в рамках программы «Дорожные карты занятости». Об этом на очередном заседании правительства сообщил министр труда и социальной защиты населения. По словам Биржана Нурымбетова, ремонту и строительству подвергнутся социальные объекты, инженерно-транспортная инфраструктура, растительные и ирригационные системы. Благодаря проводимым работам будет создано свыше 250 тысяч новых рабочих мест. Как подчеркнул премьер-министр страны Аскар Мамин, одним из главных приоритетов деятельности правительства является сохранение занятости населения. В ходе выступления глава Кабмина заявил, что в ряде регионов работы по реализации программы начались. В числе тех, кто демонстрирует положительную динамику, Аскар Мамин отметил Восточно-Казахстанскую, Жамбулскую, Карагандинскую, Туркестанскую, Павлодарскую и Алматинскую области. Стоит отметить, что в разрезе регионов ЖТСУ реализует больше всех проектов – 977. На реализацию программы Алматинской области выделено более 109 миллиардов тенге. Благодаря разработанным проектам будет создано 23 тысячи рабочих мест. Из них 11 тысяч через Центр занятости населения. На 960 проектов объявлен конкурс. 639 уже имеет итог. Заключено 365 соглашений. Ведутся строительные работы. В целях сохранения занятости населения во всех городах и районах области создано 20 мобильных рекрутских пунктов. Второй этап ослабления карантинных мер введен в Алматинской области. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач региона Кайрат Баймухамбетов. Изменения коснулись почти всех сфер, начиная с субъектов предпринимательства, заканчивая активным отдыхом. Что можно и что по-прежнему нельзя, расскажет наш корреспондент. Согласно постановлению, еще целый ряд объектов получил разрешение на работу. Свою деятельность начали магазины оптики, бытовой техники, фотосалоны, цветочные киоски, салоны красоты, компании по операции с недвижимым имуществом, рекламные агентства, страховые компании, ломбарды и многое другое. Другими словами, восстанавливается функционирование субъектов малого и среднего бизнеса. Мы переходим к второму этапу послабления карантинных мер. Теперь вот первый этап был 28 апреля. Мы, сами знаете, свидетели, мы были открытием многих объектов. Сегодня мы второй этап приступили. Согласно этой этапе открывать могут работать строительные рынки. Также непродовольственные магазины всех видов с площадью менее 500 квадратных метров. Во всех этих объектах, где разрешено, должны соблюдаться дистанционный режим, санитарно-карантинные мероприятия, санитарно-карантинный режим, масочный режим, установлены должны быть санитайзеры. И при нарушении данных мер будут накладываться штрафственные санкции. Начнется работа по подготовке к летнему туристическому сезону. На территории зон отдыха, отеля, детских лагерей и санаториев разрешено проводить ремонтные, строительные и технические работы. Специалисты заверяют, что граждане региона отдадут предпочтение местным красотам и отечественному комфорту. А чтобы летом встретить отдыхающих, как говорится, при параде, учредителям туробъектов нужно обратиться за разрешением в госорган. Для информирования блокпостов, то есть каждый предприниматель должен отправить на заявку либо нам в управление туризма. Этим конкретно занимаются сотрудники туристического информационного центра, либо через палату предпринимателей, через региональный филиал. Сегодня также мы разговаривали с коллегой из города Алматы, так как нужно решать вопрос с владельцами объектов туризма в Алматинской области, которые являются жителями города Алматы. Надеемся, что сегодня уже будет принято решение, как эти люди смогут поехать на свои объекты. Начал работать общественный транспорт, пользоваться им можно всем, не только дачникам. Но на маршрутах пока 50% автобусов. Задействованы все основные маршруты. Это тройка, четверка, пятерка, восьмерка и так далее. Все маршруты всех семи пассажирских перевозчиков в нашем городе. Но единственное, конечно, еще хотелось бы дополнить, что все пассажиры, конечно, должны соблюдать санитарные нормы и правила. Одевать медицинские маски, желательно, конечно, быть в одноразовых перчатках. И расстояние, должны соблюдать дистанцию как минимум полтора-два метра. В один автобус должно помещаться не более 40% от общего места данного автобуса. Гулять по улице можно, опять-таки соблюдая правила безопасности, маска на лицо, дистанцирование. А вот детей, играющих на улице, по-прежнему обязательно должны сопровождать взрослые. Отметим, послабление карантинных мер не касается Ильинского, Кирбулакского, Кигенского районов. Алексей Цуя, Азаджи Маханов, Асхат Мусабейков, телеканал ЖЦУ. Продолжаем выпуск. Безопасность превыше всего. У входа дома журналистов в городе Талкурган установили специально дезинфицирующий тоннель. Теперь каждый посетитель учреждения должен пройти 20-секундную обработку специальным средством. Принцип работы прост. Тоннель оборудован распылителем с раствором. Механизм срабатывает автоматически, благодаря датчику движения. Поток дезинфицирующего раствора обеззараживает одежду, обувь и сумки всех проходящих через него людей. Отметим, в здании дома журналистов трудятся более 200 человек. Ежедневно они находятся в буквальном смысле на передовой и освещают новости из разных регионов Алматинской области. Дезинфицирующее средство, расположенное в емкости, не несет никакого вреда для здоровья человека, потому что там используется просто обычный этиловый спирт, глицерин для смягчения кожи, перекись водорода и эфирное масло, чтобы отбить неприятные поры этилового спирта. Мы вместе. Еще 100 с теми получили помощь от бизнесмена в Толгарском районе. Депутат областного масляхата Даняр Нурбаев не остался равнодушным и поддержал земляков в это трудное время. Предприниматель вручил продуктовые корзины на сумму почти 3 миллиона тенге. Смотрите далее. Гульна Зотымбекова, мать-героиня, имеющая 11 детей. Супруг работает разнорабочим. Женщина воспитывает младших детей. В это тягостное время семья оказалась в сложной ситуации. Зарабатываемых денег не хватает, чтобы прокормить семью. Именно с них и начали благотворительную акцию активисты. Они вручили женщине продуктовую корзину. Спасибо большое, что оказали нам помощь. Сами знаете, время сейчас трудное. Никому из нас нелегко. Благодарю от всей души. Мои младшие очень счастливы. Продукты сейчас подорожали. Купить мы не в состоянии. В числе получателей помощи многодетные и неполные семьи, пенсионеры, а также родители, воспитывающие инвалидов. Депутат областного маслехата Даняр Нурбаев и его команда лично отбирали каждого, кому помощь действительно остро необходима. В это сложное для страны время мы должны поддерживать друг друга. Доказать, что вместе мы преодолеем все трудности. Спасибо большое нашим меценатам, которые оказывают помощь нуждающимся. К сожалению, самого Даняра Нурбаева сегодня нет. Он так хотел лично вручить продуктовые корзины каждому. Но работа превыше всего. Всего с начала режима ЧП предприниматели и активисты партии Нур-Отан охватили помощью 270 семей района. Акция «Безбергемс» будет продолжена. Заверили ответственные лица. В районе еще немало нуждающихся, которым требуется помощь. Дамир Анитов, Курманджан Хасмжанулы, Аманжол Женкешев, телеканал ЖИЦУ. Аузашар с доставкой на дом священнослужители и прихожане мечети Талдыкургана запустили благотворительную акцию. Ее цель – дать ифтар постящимся в священный месяц и тем самым совершить благое деяние. В течение всего Рамадана неравнодушные жители областного центра будут обеспечивать продуктами питания нуждающихся. Только за один день они посетили 60 человек. Льви на доле получателей продуктовых наборов – это пожилые постящиеся. Как считают организаторы, именно этой категории лиц в такое непростое время необходимо уделять больше внимания. По их словам, оказание помощи, а также проявление уважения и почтения к старшим является одной из главных ценностей ислама. Как утверждают инициаторы, это не последняя акция по доставке еды. Осуществлять эту деятельность в течение священного месяца Рамазан будет волонтерское движение. Даже если двери мечети закрыты, то двери для благих дел всегда остаются открытыми. Считается, что тот, кто накормит постящегося, получит большую награду от Всевышнего, призывая неравнодушных граждан присоединиться к акции по доставке еды. Также хочу попросить, чтобы в такое непростое время люди помогали друг другу. Ранения, ночи в окопах, страх и голод. Истории участника Великой Отечественной войны похожи друг на друга. Все они прошли через самое страшное и остались живы. А за каждой их боевой наградой стоит своя история. Одну из таких от первого лица узнавал наш корреспондент Айнар Мирханов. В неполные 19 лет ГАИС Егимбердеев, уроженец колхоза Берлик Яны Курганского района Казалардинской области, был призван на фронт. Как признается сам ГАИС АТА, он тогда еще не совсем понимал, куда едет и насколько это серьезно. Как вспоминает ветеран, сначала он прошел курсы молодого бойца, а затем их посадили в эшелоны и отправили на фронт. Буквально через несколько месяцев на третьем белорусском фронте рядовой Гембердеев получил свое первое осколочное ранение в ногу. За годы войны он был ранен трижды и каждый раз после лечения в госпитале отважный солдат снова и снова возвращался на линию фронта. За свое мужество и отвагу на Прибалтийском фронте уже на тот момент капитан Егимбердеев удостоился чести стать командиром артиллерийского орудия особой мощности – гаубицы калибра 203. Данным орудием, как признался с гордостью фронтовик, он командовал именно в 1944 году при освобождении территории Латвии от немецких войск. День победы он встретил на Западе, а демобилизовался он лишь в 1947 году. В числе боевых наград ветерана войны ордена «Красная звезда» Отечественной войны первой степени, медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах, а также множество других медалей. Несмотря на свои заслуги в военное время, в мирной жизни солдату пришлось начинать все сначала. И будучи близок к творчеству, Гаис Эгимбердеев в послевоенные годы решил посвятить себя журналистике. Я ему сказал, что я работаю 16 лет, а потом меня перебили в октаварту. На этом октаварту я работаю 12 лет, а потом вышел на пенсию. «Пять лет назад Гаис Сата похоронил супругу. Именно тогда он перенес инсульт, вследствие чего отказала правая рука. Сейчас Гаис Сата 96 лет. Несмотря на все испытания жизни, я считаю себя счастливым человеком», — делится Аксакал. «У него большая семья. Семеро детей, восемь внуков и двенадцать правнуков. А самое главное счастье, что над головами потомков не свистят пули». Столетний юбилей отпраздновала жительница города Текили и Фрусинья Великанова. Пожилая женщина была живым свидетелем многих судьбоносных событий на рубеже двух эпох, в том числе и победы советских войск в Великой Отечественной войне. Заслуженный ветеран труда, заботливая мать, бабушка и прабабушка, сегодня делится секретом своего долголетия со своими внуками и правнуками. Жительница Текили и Великанова Ефросинья — одна из немногих долгожителей Алматинской области, отметившая вековой юбилей. Родившаяся на Алтае в интернациональной семье, она была самой младшей из семи детей. К слову, воспоминания о детстве у женщины связаны не только с бытовыми трудностями, но и частыми переездами. Так, в 1930 году вся семья обосновалась в Лениногорске, восточно-казахстанской области. Там же, вслед за братьями и сёстрами, Ефросинья Великанова окончила школу-семилетку. Я в школе училась, а когда? Закончила семь классов. В начале трудового пути 17-летней Ефросиньи Великановой приходила встречать вагоны и вести учёт перевозимых грузов. Свой следующий этап жизни женщина посвятила цифрам и счёту. Так началось её знакомство с новой для неё профессией щитовода в аглоцехе свинцового завода. Позже была переведена в гидроцех того же предприятия. После военные годы Ефросинья Великанова провела в должности бухгалтера вплоть до выхода на пенсию. Однако, будучи на заслуженном отдыхе, труженица тыла не осталась в стороне. Принимала активное участие как в общественной жизни, так и в воспитании подрастающего поколения. Работала я и не получала ни выговора, ни замечаний у меня не было от руководителей. И от главного бухгалтера, от главного управления никогда я замечаний не получала. Заслуженный ветеран имеет множество наград и грамот. В их числе медаль за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны, знак победителя социалистических соревнований, медаль ветерана труда и другие памятные награды. Как отмечает сама юбиляр, из всех поощрений ей особенно дороги лишь две. Мне две приятных медали о том, что я все же труженик тыла во время войны, что ушла я на пенсию. Меня проводили. Меня проводили с честью и с уважением. Две медали. Мы своей бабушкой гордимся еще и потому, что, несмотря на такую тяжелую жизнь, считая самой юности, это и голод, и война, и все. Ну, вся жизнь была трудная. И тем не менее она сохранила и доброту в сердце. Нежная, добрая бабушка. Ефросинья Великанова пользуется почетом не только в кругу семьи. Уважаемую жительницу навещают представители общественных организаций, учащиеся в школах, семейные друзья, а также администрация города Текили. Власти населенного пункта поздравили юбиляршу, вручив ей памятные подарки. Очень приятно, что в городе Текили проживает долгожительница Великанова Ефросия Григорьевна. Со стороны государства она получила 30 тысяч тенге в канун праздника 9 мая. Помимо этого, все коммунальные услуги мы закроем. Со стороны республиканского бюджета выделены средства именно на покрытие коммунальных услуг по 15 тысяч за два месяца. Это апрель-май. И вот за два месяца мы все коммунальные услуги закроем. Гульмира Тимиргалеева, Кайрат Кастурганов, телеканал ЖТСУ, Текили. Червей обнаружила жительница Костаная в воде, набранной из городской колонки. Сейчас в этом разбираются санитарные врачи. Однако коммунальщики свою вину отрицают, сообщает Первый канал Евразия. Видео разместили в социальных сетях, и реакция коммунальных служб последователя последовала незамедлительно. Предприятие Кастанай-СУ нагнало техники на участок. Воду из колонки откачали, но червей там уже не было. И быть не могло, уверены коммунальщики. Теперь коммунальщики грозят Ирине Щегреевой судом за клевету и миллионными штрафами. Однако снаха женщины говорит, что заборы воды были сделаны только после того, как часть воды из колонки откачали. Семейная пара из города Тарас совместно с другими лицами организовала деятельность финансовой пирамиды, передает закон КИЗ. По информации Департамента экономических расследований Жамбулской области, они принуждали граждан вкладывать в финансовую пирамиду 2000 долларов. При этом привлеченные средства предназначались не для предпринимательской деятельности, а в целях личного обогащения. Деятельность пресечена. По результатам обыска изъяты ноутбуки, мобильные телефоны и офисная документация. Проводятся следственные мероприятия. В Туркестанской области прошел смерч. Разрушившие несколько домов села Койла, передает корреспондент Тенгри Ньюз Киезет. Как прокомментировали в Комитете червяченых ситуаций МВД, на кадрах запечатлены события, произошедшие 2 мая в селе Койла Ордобасинского района Туркестанской области. Из-за порывистого ветра до 20 метров в секунду сорвало кровлю с 17 частных жилых домов. Жертв и пострадавших нет. Прекратить земельную махинацию намерены сотрудники агентства по борьбе с коррупцией. По их словам, сфера земельных отношений – одна из самых коррумпированных в Алматинской области. С начала года зарегистрировано уже 11 уголовных правонарушений, 9 из которых – коррупционные. Общий ущерб за последние два года по оконченным делам составил почти 900 миллионов тенге. Все это выявлено в ходе мониторинга представителями антикоррупционной службы по Алматинской области. Основные нарушения законодательства происходят в Елийском, Красайском и Толгарском районах. Для недопущения подкупности и сговора антикоррупционная деятельность будет усилена в разы. Каждый вопрос в сфере земельных отношений будет рассматриваться отдельно, говорят эксперты. Были выявлены факты допущения со стороны местных исполнительных органов именно комиссии, которые выдают земельные участки. Имели место факты конфликта интересов, где лица, состоящие в земельной комиссии, выдавали своим близким родственникам. Бывали и родные, бывали, скажем, другие еще родственники. Группа охотников задержана в Алматинской области. Четверо мужчин, нарушивших режим ЧП, незаконно охотились на фазанов. Из убитого животного мужчины успели приготовить суп, при употреблении которого и были пойманы. Данная группа лиц задержана 3 мая текущего года ночью в северо-восточной части города Талкурган, между рекой Сарблак и автодорогой Алматы-Семей. Их обнаружили сотрудники природоохранной полиции совместно с патрульным экипажем «Беркут-163» в ходе рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению фактов нарушения правил рыбалки и охоты, у одного из которых стражи порядка изъяли одноствольное зарегистрированное охотничье ружье 12-го калибра. Сейчас мужчины водворены в изолятор следственные и уже составлены административные протоколы. По данному факту составлено два административных протокола по статье 382, часть 1 и 476 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Это нарушение правил охоты, не содержащие признаков уголовно наказуемого деяния и нарушение карантина в период ЧП. Ружье взято и направлено в лицензионно-разрешительную систему для принятия мер по статье 484 Кодекса Республики Казахстан. Это нарушение порядка использования, хранения и перевозки обнестрельного оружия. При опросе задержанные признались, что нарушили правила охоты и карантина в период режима чрезвычайного происшествия. Еврокомиссия одобрила планы Франции предоставить серьезную финансовую поддержку авиакомпании Air France. Власти страны намерены выделить для этой цели 7 миллиардов евро. Речь в частности идет о государственных гарантиях по кредитам. Air France, как и другие авиаперевозчики, оказались в крайне тяжелой ситуации в связи с пандемией коронавируса. Принимая решение, Еврокомиссия учла важность авиакомпании для французской экономики. Также сказалась помощь авиакомпании в репатриации граждан ЕС, которые временно находились за границей, когда разразился кризис. На государственную поддержку пока могут рассчитывать лишь крупнейшие авиаперевозчики. Правительство Германии намерено со своей стороны оказать помощь авиакомпании страны Люканза. По данным местных СМИ, для этой цели будет выделено в общей сложности почти 10 миллиардов евро. В Израиле школьники возвращаются за парты. Власти приняли решение возобновить работу большинства школ, поскольку число заболевших коронавирусом в стране неуклонно снижается. При этом в ближайшую неделю посещение занятий происходит на добровольной основе, и все учащиеся должны носить в школе защитные маски. Учебные заведения оснастили дезинфицирующими средствами и салфетками для рук. Израильские власти намерены ослабить и ряд других мер, принятых для борьбы с распространением коронавируса. В частности, ожидается, что 17 мая в стране заработают рынки. Откроются гостиницы, музеи и спортзалы. В этом году на День Победы в Москве состоится воздушный парад. Над Красной площадью пролетят 75 самолетов и вертолетов. Об этом сообщили в Минобороны страны. Всего воздушный парад состоится в 47 городах России. В нем примут участие почти 600 летательных аппаратов. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Пресков, Путин возложит цветы к вечному огню и обратится оттуда к россиянам с поздравительной речью. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин